Собрание чудес До озера было всего двадцать километров Все отговаривали меня идти И дорога скучная, и озеро как озеро Кругом только лес, сухие болота до брусника Картина известная Чего ты туда рвешься, на этот озер Сердился огородный сторож Семен Чего не видал Народ какой пошел суетливый, хваткий, господи Все ему, видишь ли, надо своей рукой цопнуть Своим глазом высмотреть А что ты там высмотришь? Один водоем, и более ничего А ты там был? А на кой он мне сдался, этот озер? У меня других дел нету, что ли? Вот они и где сидят, все мои дела Семен постучал кулаком по своей коричневой шее На загорбке Но я все-таки пошел на озеро Со мной увязались двое деревенских мальчишек Ленька и Ваня Не успели мы выйти за околицу Как тотчас обнаружилась полная враждебность характеров Леньки и Вани Ленька все, что видел вокруг, прикидывал на рубли Вот, глядите, — говорил он мне своим гугнивым голосом Гусак идет Насколько он, по-вашему, тянет? Откуда я знаю? Рублей на сто, пожалуй, тянет Мечтательно говорил Ленька И тут же спрашивал А вот эта сосна на сколько потянет? Рублей на двести? Или на все триста? «Счетовод», — презрительно заметил Ваня И шмыгнул носом У самого мозги на гривенек тянут А ко всему приценивается Глаза бы мои на него не глядели После этого Ленька и Ванька остановились И я услышал хорошо знакомый разговор Предвестник драки Он состоял, как это и принято Только из одних вопросов и восклицаний Это чьи ж мозги на гривенек тянут? Мои? Небось, не мои Ты смотри, сам смотри Не хватай Не для тебя карту сшили Ох, как бы я тебя не толканул по-своему А ты не пугай В нос мне не тычь Схватка была короткая, но решительная Ленька подобрал картуз Сплюнул И пошел обиженный обратно в деревню Я начал стыдить Ваню Это, конечно, — сказал, смутившись Ваня Я сгоряча подрался С ним все дерутся, с Ленькой Скучный он какой-то Ему, дай волю, он на все цены навешает Как в сельпо На каждый колосок И непременно сведет весь лес Порубит на дрова А я больше всего на свете боюсь, когда сводят лес Страсть, как боюсь Это почему же? От лесов кислород Порубят леса Кислород сделается жидкий Проховый И земле уже будет не под силу его притягивать Подле себя держать Улетит он вон куда Ваня показал на свежее утреннее небо Нечем будет человеку дышать Лесничим не объяснял Мы поднялись по изволоку И вошли в дубовый перелесок Тотчас нас начали заедать рыжие муравьи Они облепили ноги И сыпались с веток за шиворот Десятки муравьиных дорог Посыпанных песком Тянулись между дубами и можжевельником Иногда такая дорога проходила как по туннелю Под узловатыми корнями дуба И снова поднималась на поверхность Муравьинное движение на этих дорогах Шло непрерывно В одну сторону муравьи бежали порожняком А возвращались с товаром Белыми зернышками Сухими лапками жуков Мертвыми осами и мохнатой гусеницей Суета, сказал Ваня Как в Москве В этот лес один старик Приезжает из Москвы за муравьинными яйцами Каждый год Мешками увозит Это самый птичий корм И рыбу на них хорошо ловить Крючочек нужно махонький-махонький За дубовым перелеском на опушке У края сыпучей песчаной дороги Стоял покосившийся крест С черной жестяной иконкой По кресту ползли красные В белую крапинку Божьи коровки Тихий ветер дул в лицо Со всяных полей Овсы шелестели, гнулись По ним бежала седая волна За овсяным полем Мы прошли через деревню Полково Я давно заметил Что почти все полковские крестьяне Отличаются от окрестных жителей Высоким ростом Статный народ в Полкове Говорили с завистью наши Заборьевские Гренадеры Барабанщики В Полкове Мы зашли передохнуть в избу К Василию Лялину Высокому красивому старику С пегой-бородой Седые клочья торчали в беспорядке В его черных косматых волосах Когда мы входили в избу К Лялину Он закричал Голову пригните! Голову! Все у меня лоб А притолоку расшибают Больно в Полковы высокий народ Они догадливы Избы ставят по низкому росту За разговором с Лялиным Я, наконец, узнал Почему полковские крестьяне Такие высокие История Сказал Лялин Ты думаешь, мы зря Вымахали в вышину? Зря даже Кузька-жучок не живет Тоже имеет свое значение Ваня засмеялся Ты смеяться погоди Строго заметил Лялин Еще мало учен, чтобы смеяться Ты слушай Был в России такой царь Император Павел Или не был? Был, сказал Ваня Мы учили Был Да сплыл А делов понаделал таких Что до сих пор нам и кается Сверепый был господин Солдат на параде Не в ту сторону глаза скосил Он сейчас распаляется И начинает греметь в Сибирь На каторгу Триста шамполов Вот какой был царь Ну и вышло такое дело Полк гренадерский ему не угодил Он и кричит Шагом марш В указанном направлении За тысячу верст Походом А через тысячу верст Стать на вечный постой И показывает перстом направление Ну, полк, конечно, поворотился И зашагал Что сделаешь? Шагали, шагали Три месяца И дошагали до этого места Кругом лес непролазный Одна дебрь Остановились Стали избы рубить Глину мять Класть печи Рыть колодцы Построили деревню И прозвали ее Полкова В знак того, что целый полк Ее строил И в ней обитал Потом, конечно, пришло освобождение Да солдаты прижились К этой местности И, почитай Все здесь и остались Местность, сам видишь Благодатная Были те солдаты Гренадеры и великаны Наши пращуры От них и наш рост Ежели не веришь Езжай в город, в музей Там тебе бумаги покажут В них все прописано И ты подумай Еще бы две версты им прошагать И вышли бы к реке Там и стали Постоем Так нет Не посмели Ослушаться приказа Точно остановились Народ до сих пор удивляется Чего это вы, говорят Полковские Вперлись в лес Не было вам, что ли, места У реки? Страшенные, говорят, верзилы А догадки в башке Видать маловато Ну, объяснишь им, как было дело Тогда соглашаются Против приказа, говорят, не попрешь Это факт Василий Лялин вызвался проводить нас до леса Показать тропу на Боровое озеро Сначала мы прошли через песчаное поле Заросшее бессмертником и полынью Потом выбежали нам навстречу заросли молоденьких сосен Сосновый лес Сосновый лес встретил нас после горячих полей Тишиной и прохладой Высоко в солнечных косых лучах Перепарховали, будто загораясь, синие сойки Чистые лужи стояли на заросшей дороге И через синие эти лужи проплывали облака Запахло земляникой, нагретыми пнями Заблестели на листьях орешника капли не то росы, не то вчерашнего дождя Гулко падали шишки Великий лес Вздохнул Лялин Ветер задует И загудят эти сосны Как колокола Потом сосны сменились Березами И за ними блеснула вода Боровое, спросил я Нет До Борового еще шагать и шагать Это Ларина озерцо Пойдем Поглядишь в воду Засмотришься Вода В Ларином озерце Была глубокая и прозрачная До самого дна Только у берега она чуть вздрагивала Там из-под мхов Вливался в озерцо родник На дне Лежало несколько темных больших стволов Они поблескивали Слабым и темным огнем Когда до них добиралось солнце Черный дуб Сказал Лялин Мореный Вековой Мы один вытащили Только работать с ним трудно Пилы ломает Но уж ежели сделаешь вещь Скалку или, скажем, коромысла Так навек Тяжелое дерево В воде тонет Солнце блестело в темной воде Под ней лежали древние дубы Будто отлитые из черной стали А над водой Отражаясь в ней желтыми и лиловыми лепестками Летали бабочки Лялин вывел нас на глухую дорогу Прямо ступайте Показал он По камест не упретесь в мшары В сухое болото А по мшарам пойдет тропка до самого озера Только сторожка идите Там колков много Он попрощался и ушел Мы пошли с Ваней по лесной дороге Лес делался все выше Таинственней и темнее На соснах застыла ручьями Золотая смола Сначала были еще видны колеи Давным-давно поросшие травой Но потом они исчезли И розовый вереск Закрыл всю дорогу Сухим веселым ковром Дорога привела нас К невысокому обрыву Под ним Растелались мшары Густое и прогретое до корней Березовое и осиновое мелколесье Деревца тянулись Из глубокого мха По мху то тут, то там Были разбросаны мелкие желтые цветы И валялись сухие ветки С белыми лишаями Через мшары вела узкая тропа Она обходила высокие кочки В конце тропы черной синевой Светилась вода Боровое озеро Мы осторожно пошли по мшарам Из-под мха торчали острые, как копья Колки, остатки березовых и осиновых стволов Начались заросли брусники Одна щечка у каждой ягоды Та, что повернута к югу Была совсем красная, а другая только начинала розоветь Тяжелый глухарь выскочил из-за кочки и побежал в мелколесье, ломая сушняк Мы вышли к озеру Трава выше пояса стояла по его берегам Вода поплескивала в корнях старых деревьев Из-под корней выскочил дикий утенок И с отчаянным писком побежал по воде Вода в Боровом была черная Чистая Острова белых лилий цвели на воде и приторно пахли Ударила рыба И лилии закачались Вот благодать, сказал Ваня Давайте будем здесь жить, пока не кончатся наши сухари Я согласился Мы пробыли на озере два дня Мы видели закаты и сумерки И путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра Мы слышали крики диких гусей И звуки ночного дождя Он шел недолго, около часа И тихо позванивал по озеру Будто протягивал между черным небом и водой Тонкие, как паутина, дрожащие струнки Вот и все, что я хотел рассказать Но с тех пор Я никому не поверил Что есть на нашей земле места скучные И не дающие никакой пищи ни глазу, ни слуху, ни воображению, ни человеческой мысли Только так, исследуя какой-нибудь клочок нашей страны Можно понять, как она хороша И как мы сердцем привязаны Каждой ее тропинке, роднику И даже кропкому подпискиванию лесной печенки Субтитры создавал DimaTorzok